Уважаемые коллеги, добрый день. Уважаемый президент Михаил Юрьевич, очень приятно выступить на таком действительно замечательном форуме и тем более на такой замечательной секции, которая разбирает очень важные вопросы регистрации онкологических заболеваний. В своем докладе я поделюсь опытом, как в Томской области решаются вопросы качества мониторинга онкологических пациентов. Покажу некие элементы, которые мы стараемся внедрять для того, чтобы улучшить наши показатели. Мы все прекрасно уже знаем, эти цифры все выучили наизусть, и российские показатели, и, наверное, каждый регион знает наизусть все свои целевые показатели, что сегодня ожидаем продолжительность жизни за счет снижения показателя смертности онкологических заболеваний, необходимо серьезно увеличить. И целый ряд индикативных показателей, которые здесь представлены, они напрямую влияют на показатели смертности. Наш опыт регистрации онкологических заболеваний в нашем регионе показывает, что пока еще не все проблемы, пока еще не все вопросы учета регистрации онкологических заболеваний решены. Как с точки зрения количественной составляющей, так и качественной составляющей. А вопросы учета напрямую связаны с организацией мониторинга онкологических больных. То, что сегодня становится во главу, всегда ставилось с точки зрения получения результата. Поэтому неудовлетворительный учет, не всегда хороший учет, не позволяет нам реально контролировать уровень охвата профилактическими осмотрами, понимать раннюю выявляемость современность, охват специализированных лечений или диспансерные наблюдения в случае излечения онкологических больных. Соответственно, определенные сложности представляются сегодня по контролю за смертностью от онкологических заболеваний. В то же время Министерство здравоохранения и высшестоящие органы мониторируют работу онкологических служб и организацию противораковых мероприятий. Планируют именно по целому ряду показателей, главных из которых такой вот интегральным является смертность от онкозаболеваний. Ну это вот такое небольшое вступление, почему на этом останавливаюсь. Дело в том, что для территории, я уже не первый раз выступаю на форумах, всегда подчеркиваю то, что являюсь представителем территории, наши диспансеры работают на территории с малой плотностью населения. И вот все те проблемы онкологической помощи, которые сегодня существуют, они вот в еще большей степени усугубляются вот как раз вот этой удаленностью, изолированностью и трудной доступностью, что сложно проконтролировать людей на местах и отсюда все вытекающие последствия. С другой стороны, мониторинг онкологических больных на территориях низкой плотности, он крайне сложен. Определенное решение нам на сегодняшний день предоставляет единая информационная система, региональная, в основе которой единая медицинская карта, все сведения об онкологических пациентах содержатся в единой базе данных, по сути, региональная база данных, это массив единых медицинских карт, которые содержат сведения о профилактических исследованиях, диагностический блок, очень важно то, что представлено в нашем модуле, сведения о лечениях и так далее. Но вот в предыдущем докладе как раз говорилось о том, что актуальность базы данных, она безусловно связана в нашем случае, в том числе с тем, что мы имеем базу данных территориального фонда застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования. И актуальность этой базы, она уточняется с помощью базы данных ЗАГС. Поэтому мы имеем сведения как о живых пациентах, так и об умерших. И вот все это сегодня инструменты, которые позволяют нам обеспечивать возможность регистрации онкозаболеваний, собирать повсеместную информацию. Мы воспользовались онкологической службой тем, что в регионе с 2013 года существует единая информационная система, был разработан раковый регистр, интегрирован в единую информационную систему, которая представляет несколько баз данных, связан, опять же, с базой данных территориального фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому актуальность ракового регистра поддерживается множеством армов, лечащих врачей, диагностических служб, очень важно, что патоморфологов. Поэтому пациенты автоматически попадают на учет, информация автоматически о каждом пациенте ежедневно практически пополняется в онлайн-режиме, и все это позволяет нам сегодня, в общем-то, пополнять сведения о наших пациентах. Практически вся онкологическая служба региональная покрыта информационным пространством. В каждом первичном онкологическом кабинете и отделении имеется локальный онкологический регистр, который доступен к онкологам, вообще всему учреждению. Естественно, основной координатор информационных процессов регистрации рака является раковый регистр на уровне онкологического диспансера. И вот информатизация нашей региональной, она позволяет нам сегодня говорить о том, что в регионе сложилась трехуровневая модель регистрации онкологических заболеваний, первым уровнем, который основным являются лечащие врачи. И очень важной является патоморфологическая служба, которая принимает участие, но важное участие в формировании регистрационной карты в информационном пространстве. Второй уровень – это специализированные уже онкологи кабинетов и онкологически специализированных служб, поэтому на втором уровне, как правило, идет уточнение стадийности, лечение онкологических пациентов. И третий уровень – это контроль и координация, корректная интерпретация всей внесенной информации на каждом из уровней, а также возможность автоматизированного расчета всевозможных показателей и основной отчетной формы, которая позволяет нам видеть показатели. Поэтому возможности информационной системы сегодня на самом деле колоссальны с точки зрения актуализации базы данных онкологических пациентов. Вот чего бы мы не захотели уточнить с точки зрения, чтобы это улучшило показатели, сегодня можно все найти, пополнить в базе данных. То есть вот в этом как раз отличительная особенность единой информационной системы, единого информационного пространства и огромная польза для региональной онкологической службы. Ну вот на примере некоторых показателей хотелось бы продемонстрировать вот необходимость и целесообразность единой информационной системы, учитывая, что мы имеем доступ практически ко всем базам данных, в частности, пантоморфологической службы. Безусловно, это влияет на уровень морфологической верификации. Сегодня этот показатель крайне важен и большое значение ему уделяется к лечению немыслим онкологических пациентов без верификации на данном уровне. Мы по таким сложным локализациям сегодня имеем достаточно серьезный прирост. И нам, опять же, данная информационная система позволяет минимизировать число пациентов в базе данных с неподтвержденными диагнозами, иными методами. То есть клиника, инструментальный метод сегодня минимизирован практически всего до 3%. Вот по поводу активной выявляемости. Тоже показатели, которые мониторируют Министерство здравоохранения, на которые очень серьезно обращаются внимание, сколько первичное звено активно настроено в плане противораковой активности. Ну вот медицинские организации оценивают свою деятельность не очень высоко, но возможности красракового регистра специалистов с точки зрения интерпретации всевозможных диагнозов, в том числе мы имеем доступ к базе данных предраковых состояний, корректно интерпретируя информацию, повысить показатели активной выявляемости. И, в общем-то, это большая польза для нашего региона. Наблюдение за контингентами позволяет нам сегодня, позволило улучшить охват наблюдением. Онкологический пациент Михаил Юрьевич говорил в своем докладе о том, как важно для расчета выживаемости очень четкая прослеженность пациента на всех этапах. Поэтому этот вопрос по большей степени решен на региональном уровне с помощью информационной системы. Поэтому необоснованно состоящих пациентов на учете без морфорификации, особенно по таким опухолям, как поджелудочная железа, локализация центральной нервной системы, опухоли печени практически минимизирована. Индекс достоверности учета – один из основных показателей качества, насколько учитывается, работа по учету ведется. Поэтому показатель удалось улучшить. Вот здесь как раз в качестве примера показывалась наиболее сложная локализация с точки зрения учета. Показатель улучшился. И мы считаем, что вот тот уровень, который сегодняшний есть, индекс достоверности учета по печени, поджелудочной, центральной нервной системе, он как раз отражает уровень, как раз свидетельствует о том, что нивелирован недоучет, и мы имеем, к сожалению, опухоли, по которым сегодня не решено просто ранней диагностики в глобальном плане и лечение. То есть, считаю, что достаточно достоверно ведется учет этих пациентов. Охват специализированным лечением. Также показатели удалось серьезно улучшить, особенно по таким видам заболеваний, как легкое, даже колоректальный рак. Еще ряд локализаций. За счет чего? Опять же, за счет более корректной интерпретации, содержащейся в базе данных, сведений, связанных с отказами, противопоказания. В общем, достаточно сегодня логично выглядит ситуация. Она объясняет уровень лечения в регионе за счет представленных показателей. Учет умерших – это один из главных параметров, которые сегодня также стараются, мы учитываем для оценки качества ракового регистра. Нужно отметить, что доля учтенных посмертно онкологических диагнозов сократилась, максимально сократили, насколько это было возможно, за последние особенно 4 года, но при этом увеличился показатель скрываемости в нашем регионе. И за счет этого мы считаем, что в определенной степени получили прирост диагнозов, зарегистрированных на утопсию, например, при раке легкого. Также единая база данных онкологических пациентов и база данных страхованных в системе обязательного медицинского страхования региональной позволяет нам сегодня минимизировать число умерших онкологических больных в предыдущие годы. Это важно для расчета показателей накопления контингентов, наблюдений, 5 лет под наблюдением и более. То есть мы максимально убираем лиц, которые не должны состоять на учете. Также сегодня единое информационное пространство нам позволяет решать вопросы анализа и причины смерти онкологических пациентов. На протяжении 3 лет мы считаем, очень серьезно анализировали причины смерти онкопациентов. Эти данные, конечно, с оперативной статистикой, они не совпадают. Но мы считаем, что около четверти онкологических пациентов все же причиной смерти является неонкологическое заболевание. То есть единая база данных, единая медицинская карта позволяет очень подробно разобрать каждый случай смерти онкологического больного. И в заключении последний слайд. Единая информационная система нам также сегодня помогает очень в плане своевременности учета. То есть ежегодно, тысяча до 1200 случаев регулярно мы не могли ставить по разным причинам на учет. Но теперь эта проблема по большей части решена. И, во-первых, увеличился охват специализированным лечением, потому что все пациенты очень быстро попадают в поле зрения онкологической службы. И на сегодняшний день удалось даже сократить сроки начала специализированного лечения, в среднем составлять 20-25 дней, что мониторируется, пациенты практически сразу бедрутся в монитор, как только попадают в поле зрения онкологов. Вопрос нерешенным у нас на сегодняшний день остается пока по корректности стадирования. И в качестве примера здесь данные у нас по 2018 году идут. Поэтому наша информационная система позволит, я надеюсь, более корректно искать варианты, более корректно стадировать заболевания. Ну, это есть проблема то, что мы планируем решать. Таким образом, наличие единой медицинской информационной системы, единого информационного пространства, доступ к базам данных умерших, застрахованных, позволяет нам сегодня поддерживать. То есть это инструмент на сегодняшний день, определенный инструмент для актуализации базы данных онкологических пациентов, для корректной интерпретации данных и возможность как более объективно отдать оценку работ онкологической службы региональной. Именно к этому мы и стремимся, чтобы самим для себя понимать, где мы находимся и как мы планируем дальше работать. В общем, в этом смысл и польза ракового регистра. В этом мы ее специалисты онкологического диспансера и видим. Спасибо за внимание. Спасибо, Лидия Валентиновна. Пожалуйста, вопросы. Александр Федорович. Большое спасибо. Вообще блестящий доклад. Можно только порадоваться, что у вас так классно вообще организовано взаимодействие с разными базами данных. Для нас это большая-большая проблема. И мой вопрос, как вам удалось получить доступ в базе данных ЗАГСов, и к ОМС. Это было какое-то административное решение на территории? Или каким образом? Мы никак не можем преодолеть ведомственные барьеры. Мы вообще потеряли статистику с того периода, когда ЗАГСы районные стали напрямую вносить информацию в свою сейчас систему, и она идет сразу в Москву. Спасибо за вопрос. Он чисто практически. Конечно, это плод многолетней работы, осмысления, для чего это нужно. Но я начну с того, с чего начинали. То, что единое информационное пространство с 2013 года в регионе. И создание вот этого единого информационного пространства немыслимо без базы данных застрахованных. Поэтому во главу угла ставилась база данных территориального фонда. То есть это застрахованные лица. То есть наша информационная система позволяет не только отслеживать пациентов, но и в предыдущем докладе рассказывать о решении вопросов оплаты, помощи. Все здесь взаимосвязано. Это одно. Второй момент – актуальность базы территориального фонда, это же деньги живые, она поддерживается базой данных ЗАГС. То есть как только органы ЗАГС получают информацию о том, что пациент умер, то между ними происходит интеграция, обмен сведениями ежемесячно. Поэтому мы имеем доступ к базе данных. Мало того, мы имеем не просто информацию о том, что человек умер, даже можем видеть, от чего умер пациент. Вот насколько сегодня спрогрессировала в нашем регионе работа в этом направлении. Но это заслуга наших руководителей, прежде всего, региональных, конечно, департамента здравоохранения. Уважаемая Лидия Валентиновна, уважаемые коллеги, великолепный доклад. Нужно сказать, что это вот основа для совершенствования специализированной помощи онкологическим больным. Потому что правильность принятия решений зависит сегодня от чего. Нас много учил наш корифей Мербишвили, профессор здесь. Как много неточностей. Как много неточностей в показателях. Ну, врём мы, правда, ну чего тут не говорить. Ну, не врём, грубое слово, обманываем, да? Как много у нас на сегодняшний день зависит от качества учёта здесь. И смотрите, наведение порядка, как существенно во всём изменила ситуация. Понимаете? То есть по-иному стали смотреть. А это как раз основа для того, чтобы ставить перед вышестоящим руководством правильные задачи. Смотрите, как много отказов, вдруг они, значит, они по-иному интерпретируются. Почему больных стали охватывать от лечения больше и меньше. Поэтому великолепный доклад. Спасибо. Но, Ирина, Лидия Валентина, скажите, вы достигли максимума? Или вы сами видите ещё белые пятна в том учёте, который нужно вести порядок дальше? Вот что вы дальше видите в движении? Или можно уже тиражировать для всех эту систему? Александр Иванович, спасибо за оценку доклада нашего. Это большой труд большой команды, экологического диспансера, всего организационно-методического отдела. Но относительно того, куда нам двигаться вперёд, во-первых, конечно, максимум мы не достигли. Даже если мы его и достигнем, мы должны в стабильном состоянии поддерживать работу данной системы. Мы должны быть стабильны. То есть мы сегодня показываем, что удалось сделать. Сегодня задача – обеспечить регулярность работы в данной системе, правильность. Поэтому дальше работа с базами данных, она покажет, куда двигаться. Но совершенно очевидно, что мы должны ориентироваться сегодня на объективность, чистоту данных. Потому что, опять же, мы должны сами себе ответить на вопросы, где мы находимся сегодня. Что нам, опять же, от наших показателей зависит планирование ресурсов, планирование наших внутренних ресурсов, как мы будем себя дальше чувствовать и продвигать нашу идеологию к 2024 году. Мы должны сами себе, по отношению сами к себе должны быть честны. Поэтому мы должны работать с этим показателем. Ну, как-то так. Спасибо. Еще один вопрос. Да, коллеги, позвольте. Один вопрос еще. Меня интересует, вы представили данные о мониторинге скрининговых пациентов и об актуализации этих баз скрининговых пациентов. Меня интересует вопрос, можно ли говорить в вашем случае о полноценном цифровом контуре именно скрининга, когда мы понимаем, что пациент от попадания в базу скрининга по возрасту и вы отслеживаете его этапность, попадание с первого этапа скрининга на второй, дошел, не дошел, у женщины выявили ту или иную интернепетельную дисплазию, она попала на кольпоскопию или сделали эконизацию, сделали пациенту колоноскопию или не сделали, с каким качеством интервальные раки, предположим, потом возник рак, через сколько не возник и так далее. Есть ли возможности отслеживания этих данных? Спасибо, очень хороший вопрос. С этой целью создавался раздел так называемый онкопрофилактик, пока мы то, о чем рассказали, вот эти все сегменты скрининга внедрили для рака шейки матки, рака молочной железы. Кулурактальный рак у нас пока в работе. Поэтому вот это понимание цикла, нужно прости весь цикл, провели скрининг, отследили результат, обеспечили маршрутизацию, отследили результат на этапе маршрутизации, врач, гинеколог, онколог, все заложено, возрастает и так далее. Да, конечно, но для этого нужны люди, специально обученные, которые будут поддерживать эти процессы, будут заинтересованы в этом. Но инструмент сегодня реально есть, с ним работать можно, хоть сейчас. Спасибо. Спасибо. Можно еще вопрос один задам? Скажите, пожалуйста, Вы для оценки качества Вашего регистра инкорпорировали проверку МАИР, АИРАКЧЕК? Вы говорили, что там логические несоответствия проверяет сама программа, когда Вы заносите данные. Да, Михаил Ильич, это все есть, но на самом деле я вот в докладе, в данном докладе показала не столько работу оценки качества, самих данных, собственно говоря, о том, о чем говорили Вы в Вашем докладе. Здесь в целом были показаны возможности для того, чтобы поддерживать чистоту данных, правильность интерпретации. Но вот опять же, то, о чем говорил Александр Федорович, это наше развитие в плане регулярной оценки качества данных, которые у нас в регистре. Да, Михаил Ильич. Еще один маленький вопрос. Вы что-то с чем-то сравнивали и говорили, что по официальным данным 11% погибло от сопутствующей патологии, а потом при качественной проверке 25 оказалось погибших от сопутствующей патологии. А кто был экспертом вообще? Каким образом эти данные изменялись? Ну, смотрите, здесь опять же мы подчеркиваем то, что когда пациента, мы, когда анализируем случай смерти онкологического пациента, то вот данная система нам позволяет онлайн посмотреть его всю историю, его с 2013 года. Вот, поэтому экспертами являются специалисты плюционного ракового регистра, которые, прочитывая всю информацию, могут, в общем-то, сделать экспертное, принять решение. При необходимости, мало того, у нас на самом деле целая система существует, анализы вот этих ситуаций. Ну, условная базальома и сердечная недостаточность, да? Ну, конечно, здесь все это, да. В качестве конкурирующих причин смерти, да? Ну, и мало того, у нас на сегодняшний день в регионе принята система онлайн-оповещения онкодиспансера о случаях смерти онкологических пациентов. Прямо в онлайн-режиме звонит лечащий врач до того, как выпишет медицинское свидетельство о смерти, до того, как он напишет туда диагноз или код. Он сначала звонит специалисту организационно-методического отдела, дежурный врач выделен ежедневно, который принимает сведения об умерших пациентах. И тут же в онлайн-формате отслеживают, ну, то есть согласны, не согласны. Если мы не согласны, мы говорим, мы не согласны, отправляйте на утопсию, либо давайте корректируем варианты как-то диагноза. То есть, ну, так вот стараемся работать. Врачи оргметодотдела имеют квалификацию онкологов? Нет, они не имеют квалификацию онкологов, при необходимости это врачи-методисты, специалисты. Но если бывают ситуации, конечно, спорные, мы подключаем главного специалиста департамента, патоморфолога, главного патоморфолога. Спасибо. Спасибо.